Бог его знает, с чего они эти суммы потом берут. Я здесь ничего не поняла. И разъяснения полного мне тоже формулу расчёта не дали. Это показания счётчиков. А вот табулька. Вот сравниваем. 2,34 в прошлом месяце и 4,257 в этом. Жильцы дома 9 по улице Майская устроили общий сбор сразу после того, как получили квитанции с начислениями за тепло. На собрании обсудили полученную информацию из теплосетей, ответ управляющей компании и решили, пока не разберутся, не платить. Бунт в течение месяца подняли все жители, потому что пришли первые платёжки за январь месяц по отоплению и они были увеличены в два раза. Если мы платили там небольшие цифры, то сейчас 3500 трёхкомнатная, а двухкомнатная 2200. Это очень большие. 4200. Это очень большие цифры. Поэтому все поднялись, жители нашего дома, выходит со всеми платёжками почти вся месячная пенсия. Мы недовольны. То, что сумма в платёжках выросла в два раза по сравнению с декабрём, жители дома готовы списать на ошибку при расчётах платы за отопление или на неисправность общедомового счётчика. В поисках правды инициативная группа дошла до приёмной губернатора. Позвонила губернатору. У губернатора мне ответили, что идите в свою управляющую компанию и пусть они либо счётчик, как сказать, на контроль или как это там у них называют, в общем, проверку счётчика делают, правильно ли он работает. Но, опять же, по всему городу пришли платежи больше. Но, опять же, разница в повышении. Вот на майской 9.37 больше, чем на 100% повысилось. По другим адресам пришли платежи тоже выше, но всё-таки не на 100 с лишним процентов. Пинают из теплосетей в управляющую компанию, с управляющей компанией обратно в теплосети. В общем, решила я так, что нигде я не найду правды. Вчера сходила и написала заявление на имя прокурору города, чтобы произвели проверку. Поскольку вопросы по начислению платы за отопление возникли у жильцов сразу нескольких домов в городе, то за разъяснениями мы обратились непосредственно в Копейские электротепловые сети. Наша организация должна обеспечить температуру в помещениях 20 градусов. Чем ниже температура, тем больше тепловой энергии требуется для поддержания этой температуры. Это одна из причин. Температура декабря, фактическая по данным метеостанции, 7,1 градус. Температура января 17 градусов. Далее получилась такая ситуация, наши новогодние каникулы, но квитанции нам надо разнести для того, чтобы произошла оплата и за газ в нашем предприятии. Поэтому было обращение, просьба принести показания пораньше. Поэтому в декабре практически с 23 по 15 где-то декабря, а в январь зашла сумма с 15 по 23 плюс температура. Как оказалось, суммы начислений за январь выросли только у жителей тех зданий, в которых стоят общедомовые приборы учёта. Те, кто платил по нормативу, так и продолжают получать квитанции с фиксированной суммой. Проверить, была ли допущена ошибка в платёжках, копейчане могут и самостоятельно. В разделе 4, в справочной информации, указано, сколько израсходовано тепловой энергии по общедомовому прибору учёта. И можно проверить, сколько в том месяце было и в этом, найти разницу. В основном сейчас это возросло в полтора, в два раза. И, соответственно, начисления примерно так же и возросли. Тот, у кого возникли сомнения в правильности начислений, может обратиться за разъяснениями в теплосети. Нам же, на примере квартир на Майской, Ждановой и Коммунистическом, показали плату за отопление по общедомовым приборам учёта и сделали расчёт на эти же объекты по нормативу. При анализе показателей за год получилась экономия от 10 до 30%. И что интересно, именно у тех, кто платит по показаниям счётчика. Продолжение следует...